Станислав Черчесов заводит влиятельных друзей на фоне далеко идущих амбиций России. Дэвид Хитнер, Тагуардиан, Великобритания. 7 июля 2018 года. Эти кадры с чемпионата мира уже обошли весь мир. Брови удивленно приподняты, раздвинутые плечи, ладони раскрыты. Путин наслаждается победным голом России в матче-открытии против Саудовской Аравии, после чего пожимает руку Мохаммеду Бин Салману. И этим дело не закончилось. Когда команда президента довела счет до разгромных 5.0, он развел руками, настолько экспансивно, насколько это вообще возможно. На сей раз обошлось без рукопожатий. При таком счете жать руку Саудовскому принцу было бы жестом снисхождения. Первонаперво надо отметить, что многие россияне от реакции Путина пришли в восторг. Она хорошо вяжется с его образом. Большой Влад здесь хозяин. Повсеместно продаются сувениры с его портретами. И на всех он выглядит сурово, крутым парнем. При этом на какое-то мгновение Путину действительно удалось запечатлеть атмосферу приятного сюрприза. Сборная России начинала свой турнир на фоне повального пессимизма. После того, как команда Станислава Черчесова не одерживала побед в течение семи матчей, ее списали как худшую на памяти болельщиков. Но Россия не только одержала верх в Эль-Газико, отсылка к Эль-Классика, футбольным матчем между двумя сильнейшими испанскими клубами, Барселоной и Реалом, с намеком на то, что на Россию и Саудовскую Аравию приходится четверть мировых запасов нефти. Примечание Перев, но и победила Египет. В третьем матче Россию порвала в клочья сборная Уругвая, и все вернулось на свои места, включая извечный фатализм. Казалось, что в матче 1-8 финала с Испанией подопечных Черчесова может спасти лишь чудо. И оно произошло, россияне уверенно играли в обороне и довели дело до серии пенальти, где и одержали верх. Поскольку Россию вообще бросает из крайности в крайность, подавленное настроение тут же сменилось всеобщим ликованием. Теперь царит безудержный оптимизм. Кажется, что нет ничего невозможного. Раз Россия, как кричат болельщики, победила саму Испанию, почему бы ей не одолеть Хорватию в субботнем четвертьфинале в Сочи? В конце концов, в своем последнем матче, когда они вырвали победу удачан в серии пенальти, ничего сверхъестественного хорваты не показали. Когда Черчесова спросили, считает ли он матч с Хорватией важнейшим для себя лично и своих игроков, он ответил, что, надеются, что самые важные игры у них еще впереди, пожав при этом плечами исключительно по-путински. Хорошо, я ответил. Поинтересовался Черчесов после паузы. Краткость. Сестра таланта, как сказал Чехов. Черчесов дал понять, что в его возрасте мечтать нельзя. У него есть цель – побить Хорватию. Его кредо – целеустремленность и спокойствие. У нас страна крайностей, но давайте обойдемся без них, заявил Черчесов. Нам в эйфорию впадать нельзя, потому что турнир продолжается. Черчесов призвал не зацикливаться на победе над Испанией, а идти дальше. В критике можно найти рациональное звено. Особенно, когда речь идет не об огульной критике, а о конструктивной и аналитической, отозвался тренер о настроениях, царивших перед чемпионатом. На пресс-конференции Черчесову составил компанию Мария Фернандес. Никто не воплощает способность российской сборной к преодолению лучше него. Подписав свой первый взрослый контракт с Гремио в 2009 году, бразильский правый защитник впал в депрессию, начал пилотаскаться по вечеринкам, перестал соблюдать режим. Когда ему было 21, его позвали в сборную, но он загулял и пропустил рейс. После того, как его выбросили из сборной, он решил круто изменить свою жизнь, и в 2012 году перешел в московский клуб ЦСК. Хотя в 2014 он снова получил приглашение в команду Бразилии, он подал заявку на получение российского гражданства и в 2017 году впервые выступил за сборную Россию. На этом чемпионате он сыграл блестяще. Проблемы были, но давайте их оставим в прошлом, заявил он. Теперь я другой человек. Черчесов сообщил, что атакующий полузащитник Алан Загоев, получивший травмах и лово сухожилье в первом матче с Саудовской Аравией вернулся к тренировкам. В его отсутствие, правда, хорошо себя зарекомендовал 10-й номер Александр Головин. Также сообщается, что у левого защитника Юрия Жиркова проблемы в области голени. Какие еще новости в стане российской сборной? Придет ли поддержать команду Путин? Его спикер Дмитрий Пестов сообщил, что Путин будет следить за матчем из Москвы, но было бы неудивительно, если он все же появится на трибунах. Путин любит Сочи, и у него есть черноморская резиденция. Президент звонил мне да и после матча с Испанией, признался Черчесов, нам важна поддержка президента, ребята о ней знают, и это дополнительная мотивация.